Расходы по организации питания учеников начальных классов в школах Ненецкого округа с сентября 2020 года лягут на региональный бюджет. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона Александром Цибульским сообщил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Парламентарий находится в окружной столице в рамках региональной недели. В ходе встречи Сергей Коткин рассказал губернатору об основных событиях, которые происходят в процессе законотворческой деятельности на федеральном уровне. Речь в частности шла о принятии в третьем окончательном чтении закона о здоровом и сбалансированном питании школьников. Я подходил к заместителю министра, общался с ним по этому поводу, убедительно просил его обратить внимание на Ненецкий автономный округ, с учетом того, что здесь крайний север, мы все понимаем, ни дорог, ничего нет, чтобы как-то все-таки нас включили и частично субсидировали в федеральный центр. В свою очередь глава региона отметил, что решение по обеспечению школьников бесплатным питанием, принятое президентом, носит исключительно социально направленный характер, что еще раз подтверждает, что Владимир Путин, несмотря на экономические издержки, всегда принимает сторону защиты прав и наших жителей, и наших детей. Большая была дискуссия, вы знаете, по этому поводу. Мы здесь внутри дискутировали, именно внутри региона по этому вопросу, и у меня была позиция. Но сегодня решение принято, я считаю, конечно, оно единственное правильное, несмотря на то, что с экономической точки зрения нам действительно придется предусмотреть дополнительные расходы в бюджете. Мы продолжаем дискуссию, тем не менее, я знаю про позицию правительства, про регионы доноры, тем не менее, мы продолжаем дискуссию, мы продолжаем настаивать на том, что все-таки надо анализировать бюджеты каждого субъекта, не только исходя из сухих статистических данных, но и исходя из реальной возможности бюджета каждого субъекта. Я знаю, что в этом плане правительство сейчас нас слышит, и в определенной степени взяло паузу, в том числе, чтобы пересмотреть эти правила. Также во время встречи Александр Цибульский рассказал о том, что власти Ненецкого округа, опираясь на принятый Госдумой закон о продлении срока выплаты материнского капитала до конца 2026 года, намерены рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в отношении регионального мат-капитала. Мы соответствующие сегодня поручения приняли на оперативном совещании, чтобы наше региональное законодательство тоже привести в соответствие с этими нововведениями. Сегодня Ненецкий округ является единственным субъектом Российской Федерации, где материнский капитал выплачивается на третьего и каждого из последующих детей, родившихся в окружных семьях. После индексации с начала текущего года его размер составляет 379 911 рублей.